Сегодня рассмотрим шагающую лапку. Во-первых, как ее поставить. Снимаем лапку, какая у нас была на машине. Убираем держатель вот этот. Берем лапку, она у нас вот такой конструкции и сейчас мы будем ее этим местом надевать на вот этот вот штырик, завернув болтиком. Что самое главное, вот эта вот часть, она должна находиться вот на этом винте, то есть эта часть находится на этом винте. Прикручиваем. То есть здесь мы прикрутили, здесь шагающая часть находится на винте и она двигается вместе с с иголочкой. За счет этого происходит здесь движение реечек еще сверху, то есть на шагающей лапке реечки на самой машине снизу, а на шагающей лапке также есть реечки сверху. И эта часть, видите, передвигает ткань также еще сверху реечками. Сейчас попробуем прошить трикотаж. Тонкая ткань масла. Абсолютно одинаковой длины два кусочка. Посмотрите, совершенно ткани как были одной длины, так они остались. То есть не произошло никакой посадки, во-первых, изделия верхней ткани или нижней, а во-вторых, нет волны. Нет волны, ничего не растянулось. Сейчас попробуем на простой лапке прошить то же самое. Теперь пробуем этот же кусочек тканью с другой стороны прошить на простой лапке. Посмотрим, какая разница. Посмотрите, во-первых, сложно контролировать ткань, она съезжать начинает. Во-вторых, посмотрите, какая разница на сантиметр целый. То есть растянулась ткань. Сама по себе строчка. Видите, вся волнит.